МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько тысяч девушек приняли участие в кастинге этого проекта. Но дальше прошли только 12. Я не знаю, какие будут девочки, потому что нормальная сюда не придет. 12 ярких, дерзких, амбициозных участниц идут за славой и подписчиками. Я пришла отдавать честь Родине. Хоть что-то отдавать, помимо того, что я отдаю мужикам. Они ждут съемочную площадку. Это вот какой-то ангар в Подмосковье. А попадут в реальную военную часть. Они мечтают о звездном ведущем, а станут подчиненными настоящего офицера. Я не спрашивал вопросы. Все стоят. Я говорю. Я! Они хотят играть по своим правилам. А начнут жить по статьям воинского устава. Кто из них дослужит до дембеля, а кто уйдет ни с чем на гражданку. Реалити-сериал «Солдатки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Солдатки». «Эй, эй, давай! Смелее!» «Убодите! Убодите!» «Убодите! Убодите!» КОНЕЦ Нас отправили служить далеко от дома. Здесь научат нас дружить и как родину любить. А кто-нибудь знает, куда нас везут? Я думаю, что мы ездим в ближайшее под Москвой. У меня один вопрос. Нас обратно в Москву привезут или нет? Мне завтра на работу. А как у тебя такой голос получается? А ты можешь нормально говорить? Нет, зачем? Я очень хочу стать звездой экрана. Чтобы все на меня смотрели вот так. Открывали рты. И обо мне просто говорили. Я хочу в армию, чтобы на 23 февраля получать подарки. Я смогу своему бывшему мужу сказать, Слушай, даже я служила. Круто. Вот это реально. Вот это круто, да. Я пришла и в армию, и на телик. Но больше, конечно, хочу на телик. Потому что сейчас это все деньги. Тусовки, пиары, хайп. Девочки. О, мы приехали. Что-то тут интересное. Мы приехали. Да ладно. Армия, да ладно. Охренеть. Очень долго торчали в автобусе. Мы думали, что мы ждем там своего выхода в ВДВ. Тут достаньте чемоданы. Мы все выходим. Никто ни на какие вопросы не отвечает. Нас ведут в какое-то здание. Малышка. Вообще, я сначала подумала, что какие-то декорации. Мы зашли в небольшую комнатку. Я поворачиваю голову направо. И вижу, что там стоят самолеты. Я думаю, что? Я боюсь летать. Я надеюсь, мы никуда не полетим. А теперь мы реально летим, да? Непонятно. А с чего вы взяли, что будет самолет вообще? Он просто стоит и все. Я думала, это шоу, что просто нас разводят на эмоции. Девчонки, они истеричны. Они поплачут. И это сама цель. Меня сейчас на работе охренеют просто. У меня завтра запись. Сегодня рабочий день. Я вообще не знала, что делать. Я думала, что нас как-нибудь, может быть, отснимут. И отпустят домой. А куда мы летим? В Казахстан? В Израиль? В Чечню. Куда? Куда? Чечню вообще крутою. Груще ближайшего России. Это было охренеть как неожиданно. Я вообще не понимала, куда нас везут. Офигеть. Офигеть. Билл, 76. Он невероятно красивый. Он такой большой. Ему охота доверять. Но с другой же стороны, он очень страшный. Невероятно страшный. Что происходит? Мы все умрем. Сколько лететь будет по времени? Три часа. Что? Но все-таки хотелось бы уточнить, куда мы летим. Куда? В Сирию. Нас всех убьют. Сначала нам было весело. Но когда он начал взлетать, это был трэш. О, Господи! О, Господи, он нет! О, охренеть, Господи! Офигеть, 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 офигеть. Самолет трясет. У меня начинаются панические атаки. Это очень страшно. Матя, ты боишься просто? Мы уже взлетели, уже высоко, очень. И уже точно ничего не случится. Сто процентов. Я боюсь. Очень испугалась. Я не контролирую ситуацию, меня это бесит. Я смотрела кучу документалок на эту тему. Даже если он сейчас все в движке откажет, мы спокойно приселимся. Мы рядом с аэропортом, и мы очень высоко. Очень мощный самолет, я его чувствую, как он поворачивает. Господи, я очень боялась упасть. Постарайся расслабиться и пойми, что от твоего напряжения ничего сейчас не зависит. Я не могу вспомнить вообще ничего, что я говорила во время полета, потому что я реально обделалась. А потом вырубилась. И спала так, что, мне кажется, я никогда в жизни так не спала. Субтитры создавал DimaTorzok Мы очень долго летели. Когда самолет уже снижался, мы выглядываем в это окно, и там видно море. И все, конечно, обрадовались, поняли, что мы прилетели куда-то на юг. Народ, мы на моречко! Мы приехали на солнышко на море загорать! А нам тоже такую форму дадут? Конечно! Здорово, очень хочу! А каблуки будут? Конечно, нет! Пусть завидуют друзья! Скоро стану я звезда! Будет жизнь прекрасная! Сделает и все армия! Товарищ гвардий капитан, в аэропорт Бельбек перебыло 13 человек. Есть! Это кто? Все наговорились? Тишина, говорю я, все слушают меня. Я говорю, все, тихо. Это было там, здесь чуть-чуть по-другому. Первое, о чем я подумала, какого-то хренового ведущего нашли. Хитриченк! Я здесь! Военнослужащий, свою фамилию. Громко, четко говорит я. Я Хитриченк! Идет на указанное место. Странный такой мужичок, если честно. Глаза большие, уши такие. И он делает вот так вот, когда злится. Бош. Я! Демешкина. Извиняюсь, если неправильно. Я Демешкина. Пельмешкина. Демешкина. Демешкина. Демешкина? Анечка Демешкина, я! Яночка, стына истуда. Анечка! Я сразу подумала, что он сдастся. 12 таких отор. Зайцева. Кто? Я не знаю, кто это. Разумоска. Я! Зайченко. Зайченко, придется свою вам фамилию мне отдавать. Уже занята, простите. Как и мужчина, он мне понравился. Он немножко сутулый, правда. Не знаю, почему. Все стоят, молчат. А если кто-то хочет что-то сказать, и строят. Он не поднимает руку, а говорит, товарищ капитан, разрешите обратиться. Матрос. И называет фамилию. Матрос? Да, вы матросы. Тихо. Я определенно думала, что мы будем солдатами, а матрос что-то такой. Товарищ капитан, можно обратиться? Разрешите. Разрешите? Я вообще-то не матрос. Я очень рад. Будешь матрос. Все наговорились? Нет. Посмеялись? На секундочку. Пока есть время, можно. Можно, да, мне поговорить? Спасибо. Никто всерьез его не воспринял. Я поняла, что это действительно тот человек, над которым можно будет поржать. Вы начинаете меня нервировать. Вы нас тоже. Вы привыкнете. У меня работа такая. У меня подчинение более 200 человек, и я всех их нервирую. Значит, и нас прогнет. Молодец. Нагнет. Товарищ капитан, разрешите? Нет. Сейчас выезжаем с вами в воинскую часть. Вопросы. У матросов нет вопросов. О! Вещи в руки взять. В машине. Один мужчина и 12 чокнутых женщин, которые раз в месяц становятся еще более чокнутыми. То есть, ты представляешь, да, а у всех же разные месяцы бывают. Даже можно не пытаться справиться с нами. А это точно настоящий капитан? Может, это актер, и я тоже думаю. Он очень хорошо играет, на самом деле. Нет, он не доигрывает, ему не хватает актерских навыков. Не доигрывает, урель. Да. Я пошла в армию служить для того, чтобы мужа себе нажить. Продолжаем. Ну что, растерялись? Дальше поехали. Я третий час в туалет уже хочу. Командиру об этом я говорю. Он мне сказал нет. Знаешь что? О, ответ. Застряли? Что, мы реально застряли? Ну нет, там грязно, мы не будем выходить. Всем что могу. Ну что сидим-то надо толкать? В смысле толкаем мы? 12 девчонок, реально? Если мы не наденем носки, у нас будет грибок. Я вам как урач говорю. Мне всегда кажется, что меня везде сожрут микробы. Ну и что, я одна что ли толкать буду? Я не умею плавать, блин. У вас нет сумпальника? Ну толкаем, что стоим? Нам нужен сумпальник. Быстрее, давай. Ну пусть холопы работают, а я посижу. Я не планировала, что я буду что-то там толкать, что-то делать. Для меня это вообще табу. Быстрее толкаем. Девочки, давайте. Я его сломаю быстрее, чем толку. Сломай. Что встали? Рабы. Ты выходишь или нет, весло? У меня ботинок нет. Почему мы должны вас толкать? Вы сидите, королева. Ну какого, простите, да? Я уже устала ждать, когда нас выкрутят. Принцесса, что ли? Да, я принцесса. Я тоже, я признаю. Вас мало? А? Вас мало. Я поняла, что он не сдвинется с места, пока все не выйдут из автобуса и не начнут его толкать. Я не пойду туда босиком. Да, ты пойдешь. Тебя вытащить? Нет, я не пойду. Я сейчас тебя вытащу. Это физическое насилие. А вы настоящий фигурный актер? Вообще-то вам толкать надо быстрее. Слушайте, а что такое физическое насилие? Если я ее сейчас силком вытащу, это что, какое-то насилие? Да, это насилие над человеком. Ну смотри, спать ты будешь сегодня крепко. Такое поведение, это поведение быдло. Я никуда не пойду без сапог. У меня дорогие туфли. На, я тебе принесла. Ну реально, что ты звезду из себя строишь? Реально непонятно, куда приехали, в армию или красоваться на подиум, дефилировать? Навряд ли для тебя кто-то пожертвует сапогами. Да? Вот. Хороший у вас коллектив, я смотрю. Принцессы! Королева вышла! А теперь королевы и толкают. Я принцесса, принцесса пришла. Зачем так выделываться? Давай заводи мотор нахрен! Она прям пышет офигительностью своей. Ну сколько можно? Ну серьезно. Хочется уже стартовать. Да, задолбали. Да, давайте, давайте. Подходим. Раз, два, три! Раз, два, три! Она могла принять участие, да, в этом курице-тупорылы? Это не круто. Так не делают. Он не едет, потому что ты не притронулась. Это команда. Вот мое волшебное прикосновение. Чем оно поможет вам? Ну тоже, что это за бред? Для этого есть машина, пусть они приезжают, выдергивают его. Может, точно это не должны делать девочки из болота толкать автобус? А это к нам помощь приехала? Можно я поеду на ней? Легко. На самом деле, в этот момент мы поняли, командир просто специально создал всю вот эту ситуацию, потому что мы его обстебали сначала. Вот он решил нас помучить. Я не знаю, на что мы подписались. Он сказал, типа, я вот сейчас так покатаю. Это не подписывалось! А-а-а! Кто хотел прокатиться на аттракционах? Я-а-а! Катаемся и получаем удовольствие! Ихо! Лучше сиди, не вставай! Сиди, не вставай! Третрейсинг на КамАЗе. Мы вообще подписывали какой-нибудь договор о том, что если мы умрём, нам что-то за это заплатят. Ань, посмотри наверх! Верёвка! Повесьте сразу! Я надеюсь, мы приедем, нам разрешат сходить в душ перед тем, как одеть форму. Я думаю, нам предложат ещё поваляться в каком-нибудь говне. Эту поездку в Камаде можно сравнить. Свиней перевозят вот так вот. Грязные, вонючие, стонущие. Реально свиньи. Чё? Он тебя зовёт. Меня зовёт. Так, Разумовская готова. Где? Ах, капиташка. Я думала, у нас всё нормально. Застегнись, люди, смотри. Это неприлично. Ну, понимаете, тут жарко. Я очень рад. А чё она, блин, в Капиташке, там Шура-Мура-Джура? Джура? Джура, там любовь у них нет. Два месяца вы нам что устроите? А, да. А, да? Если кто-то что сделает? Командир бригады, хотя бы повысит голос. С Богом. Девочки! Короче, нас сейчас будут знакомить с нашим командиром каким-то чего-то. Поэтому мы должны себя сейчас вести хорошо, для того, чтобы командир-командир... Командир-командир. На нас не повысил голос. Хорошо. Иначе командир-не-командиров нас накажет. Ну, было непонимание, что от нас хотят и что дальше вообще будет. Мы думали, что мы сейчас зайдём, помоемся, пойдём покушаем и ляжем спать. Просто я не думаю, что дальше начнётся трэш. Разговоры. Равней. Смирное. Равней на середину. Товарищ полковник, личный состав молодого пополнения дальнейшего прохождения службы примут. Вольно. Вольно! Я вас всех приветствую на территории воинской части. Капитан Казаков на период проведения ваших всех мероприятий. Это тот человек, который обязан помочь вам доказать самим себе, что вы что-то можете. Вообще непонятная была ситуация. Казалось, что всё это какая-то постанова дешёвая. А с кем мы хоть разговариваем вообще? С командиром войсковой части. А нет, зовут-то вас как? Меня звать не надо, у меня есть воинское звание. Хорошо, кто ты есть? Ну серьёзно? Выйди строй сюда. Я думала, что жёсткий мужик тот командир, но этот вообще трэш полный. Похож на «Короля ночи» из «Гребзовов». Вы являетесь саботажником, понятно, да? Казаков, на неё обратить особое внимание. Все думали, что он актёр, хотели вывести его на чистую воду. Я знаю, что чёрный берет не круто. Что-то непонятно. Мне кажется, вы, наверное, не настоящие. Оу! Вы кричите на нас, чё вы кричите постоянно? Я ещё раз говорю, когда я разговариваю, все молчат. Ещё вопросы есть? Нет. Молодец. Я была вообще в шоке, если честно. Я люблю, когда мужчины доминируют. Но вот прям так. У вас 46 фромосом? Скажите, пожалуйста. Ой, вы улыбайтесь. А вы добрый. Вы так и знали, что вы добрый. Выйди, строй сюда. Ну, конечно. Что ещё он мог придумать со своими актёрскими способностями? Только это. Не, вы зря так начинаете. Зря. Тут не актёры. Я командир разведленного батальона. Я стою и понимаю, что если даже это актёр, ну, это, короче, перебор. Равняйсь! Ставить! Равняйсь! Кругом! Кругом! Продолжим? Ещё! Ещё! Хорошо, продолжим. Я подаю команду, разойдись. Вы трое убываете. Вон туда, к церкви. Вы, вы и вы бежите вон тому КамАЗу. Что делать, бежать? КамАЗу. Понятно? А, конечно. Понятно? Понятно! Да! По команде разойдись, разбегаетесь. По команде становись, прибегаетесь сюда и выстраиваете в том порядке, как вы сейчас здесь находитесь. Внимание! Разойдись! Я всё равно верю, что вы хорошие. Хоть поп накачаю здесь. Как вам хрен так далеко бежать? Блин, я с босиком. А, ты тоже? Не, ну, хотя бы нам бежать недалеко, это уже нормально. А как вам его услышим? Становись! Почему он крикнул? Что он сказал? Всё, обратно валим. Побежали обратно? Почему нам дальше всех бежать? Слева от меня две шаринки становись. Внимание! Разойдись! Почему мы не бежим к забору? Вы что, лузер какие? Наказаны мы, а девкам не поразило больше. Да, да. Становись! Мы должны быть лучше все. Ну, нам дальше все бежать. Неужели вы не можете заткнуть свои рты и помолчать? Мне просто гады в ногах уже, нахрен. Становись! Обратно. Выкинули своего товарища на воев! Становись! Разойдёмся ещё раз. Не. Не надо? Не надо. Был такой момент, когда перестало быть смешно. И вот тут-то закралась доля сомнения о том, что может в натуре настоящие дядьки. С этого дня вы военнослужащие этой воинской части. Становитесь струб. Смирная! Вольно! Вольно! Мне команду первому дают. Потом только вам. Если вы ещё не поняли, вы попали в воинскую часть. Для вашего шоу, для нашей жизни. И вы будете становиться военнослужащим. Налево! Левую очередь вперёд шагом! Ставить! Чего сделать? Есть предварительная команда, есть исполнительная. А мы не знаем, какая мы не знаем. Бывает, я научу. Вы для этого приехали сюда. Сейчас у нас задача с вами маленькая. Дойти до расположения. После убываем на склад, получаем вещи. Формула! Класс розовый, надеюсь! Блин, твою же мать! Держись! Спасите нас от него, пожалуйста! В армии есть ещё гол-пласт. Это интересное мероприятие. Я кого-нибудь из вас точно посажу. Ты не понимаешь, реальность это или нет. Я хочу вперёд шагом. Марш! Как вот мы стоим, так и идём. И вшаровать уже надо. Стой! Круг! О! С твою нельзя разговаривать. На исходный бегом! Марш! Что там нарушил? Я с тобой шла за тобой, ничего не знаю. Вы ещё не врубили, что тут не актёры, да? Налево! Левочек вперёд шагом! Марш! И он с такими злыми красными глазами смотрел на нас и говорил, девочки, вы не в реальти попали. Вы попали в реальную армию. Я вам напоминаю, здесь никто не разговаривает. Разговариваю только я. Ну, быстрей, быстрей! Богинь. На самом деле, были очень необычные ощущения, потому что визуально было понятно, что мы в настоящей части. То, что это постанова и то, что это по-настоящему, прям вот 50 на 50 поделилась, и была такая неопределённость сумасшедшая. Сотовый телефон. Приготовили к сдаче. Для меня лишиться телефона – это лишиться всего. Я сначала думала, это прикол какой-то. Блин, как я вышла. Чё за бред вообще? У меня Инстаграм, у меня целая жизнь в телефоне. Соответственно, это ваша старшина. Это когда меня нет, это ваша мама. А я ваша папа. Когда я видела эту старшину первый раз, я подумала, что вот действительно, это тот самый настоящий военный, которого я себе представляла. Нет, я думала, конечно, он будет чуть-чуть повыше. Я просто люблю повыше. У вас осталось час времени получить форму. Страшно, занимайся. Я не знаю, в чём вы пойдёте. На каблука, босиком. Если есть кроссовки, одевайте кроссовки. Чего, кроссовка вообще замечательная. Они розовые. Ничего страшного. Сейчас будут такие же, как на мне бежевые. Я безумно хотела посмотреть на себя в форме военной. Мне вообще нравятся мужчины в форме. Мне хотелось посмотреть, как я буду выглядеть в ней. Только давайте в темпе вальса побыстрее, потому что ваши товарищи тут стоят на солнце вместе со мной. И греются. А вы женаты? Нет. А хотите? Может быть. А вас как зовут? Роман. А у вас здесь квартира есть? А вы что, сразу по квартире будете решать? По-моему, вообще огонь. По-моему, ей шикарно. Ну, Иван женат, да? Женат. Видно, что он за жену отчитывается теперь. А он не женат. Он спокойный. Вот и все. Он не актер, он просто не женат. Девчонки! Восторг просто! О, заходим в следующие трое. Девушки! Ну, быстрее, быстрее. Время тянете. А сколько у вас переоделось? Еще не все. Что случилось? А мне сказали завтра прийти. Велико. Кашку надо было кушать. Ничего, тут отъем. Что? Я вообще, между прочим, их всех пропустила. Стою в красном платье, как идиотка. Жду всех, блин. Вы на меня еще смотрите. А что ты нравишься ему? А он мне не нравится. Ничего страшного, я переживу. О! Вот теперь я одна пойду, а получается, Лизы нету. Еще Лиза будем ждать. Вот сейчас держитесь, Ольга. Сейчас придет. Ну что? Ну не что, а здравствуйте, надо говорить. Все, мне надоело это все. Штаны вон какие они большие. Я буду хуже всех специально. Не, а почему других девочек облегают, а у меня не облегают? У меня еще тоже замуж выходить надо. То, что один раз дашь слабинку, а потом будешь лохом. Я не собираюсь быть лохом. Сядь вот здесь, сиди. Только молчи. Лиза, иди сюда. Ну, как-то Лизе получше. Мне похуже. Да, Лизе получше. Давай, мать, вперед. Время вечер. Ждем Лизу. Я не знаю, как я сейчас выйду. Потому что девочек уже и так догадываются. Ну, ко мне. Все, все в порядке. Сори, я извиняюсь. Лиза долго отсутствовала во время получения формы. Вот ее мы ждали часа два. В итоге мы ушли и без нее. Где она была, что с ней было, вообще непонятно. Гражданской формы одежды. Ничего нельзя. Отдаем все. И белье? Белье тоже? И трусы? Нет. А как мы будем без белья? Все. Дальше мы вас обеспечим. Когда надо... Вы сами? А без галтера будет? Не ломаются волосы. Я говорю, касается ваших сережек, касается ваших браслетиков, цепочек. Все нельзя. Я реально очень сильно расстроилась. В плане того, что я взяла себе огромный чемодан. Я взяла вещи, которыми я даже не могу пользоваться. Почему так? Сейчас я всем вам выдам вот такие вот черные косметички, в которые у вас должны поместиться ваши вещи. То, что считаете 100% вам нужно. Кидай. Мазь от прыщей. Расчесочка обязательно для бровей, чтобы реснички стояли. Блеск для губ. Собирай. А у меня мои шампуни очень такие большие. Но я без них не могу. Я рад за тебя. Мне было несложно расстаться с телефоном. Но уход за волосами для меня все. Это что, мы будем в этом ходить? Да? Это же не стринги. Офигенно. Мы будем уродами. Вообще, в принципе, я такое белье не ношу. Для меня это вообще шок. Это что, хлеб? Хлеб нельзя выбрасывать. Это я в дорогу взяла. Можешь всем раздать. Или сама съешь. Ну, быстрей. А он как сухарь. О, пиздайте мне вашу. Холоднокровный жук. Водит, высматривает. Снимаем. Что именно снимать? Все. Что все? Все железо. Я не могу из носа снять. У меня нос зарастет. Вы порвете нос. А прокалывать 800 рублей. Бывает. И вы тоже не забудьте снять из носа. Из носа? Снуйся. Вы сними. Вообще вопросов нет. Не, ну как с нос снимать? Становись. Так оно зарастет реально. Я говорю, остановись. Сережкам носу вообще никому не мешают. А это просто их вредность. Разрешаю. Сережке гвоздик. Больше металла на лице нет. Все меня услышали? Так точно. А теперь отдельно. Вы меня услышали? Так точно. Что вам надо снять? Ничего. Вы меня не услышали? У меня гвоздики везде. На носу у вас не гвоздик. Он там не нужен. Он решил, а я подчиняюсь. И мне вот это не понравилось больше. Разрешите обратиться? Обратитесь. А вот у нее в лице микробермал такой же, как на шее. Он просто вставляется туда очень сложно. Он не вынимается. Вот это вот. Там внутри у нас пластины стоят. Корички с носа убираем, с носа все достаем. С языка тоже выкручиваем. Телефоны, чемоданы, пирсинг. Я думаю, может, мы еще на нос повремяемся? Вы будете стоять, пока не выполните, что я сказал. Напоминаю вам, подъем завтра в 6 часов 30 минут. В 6.40 мы на зарядке. Надо раньше встать. Ну что, она вытащила, она молодец. А что я? А вы вытаскиваете тоже? Я не мешаю тут никому. Нет, почему вы мне говорите только вытаскивать? Я еще была в бешенстве от того, что девочки нормально на это реагируют. Как-то молчат, уже смиряются. Ладно, хорошо, я попробую. Но если у меня не получится, значит, я не буду участвовать в проекции. Нет, ну что за бред? Я не хочу ничего снимать, блин, серьезно. Я могу такое кольцо с носа выжить. Это я не вытащу, потому что я недавно проколола. Еще раз пробьете. Я не буду, это больно. Что ты мне предлагаешь сделать? Да ничего, просто нужно было раньше говорить, когда мы шли на этот проект, что нужно все снять, блин, поставить эти гвоздики долбанные. Ноги вместе поставьте. Ну реально больно снимать. Нет, может мне еще соска снять на всякий случай? Ни хрена подобного, блин. Давай меньше эмоций снимаем и все. А может быть мы окно откроем, жарко? А может быть мы помолчим, постоим? Все стоим! Ну физически тяжело это. Мы же девочки. Ну должно быть какое-то снисхождение и понимание. А его нет. Вообще не знаю, что я ей в реальную часть, понимаете? А в какую вы ехали часть? Нарисованную? Бизь. А Лиза сейчас где-то прохлаждается. И лежит дома, и ни хрена не стоит. И спит. Что за хрена? Очень плохо делать выводы, когда ты ничего не знаешь. Очень плохо. Очень. Безумно. Плохо. Мы думали то, что она пользуется каким-то блатом. Ну не знаю, мысли были всякие. Это не все. Мне не надо проверять, я говорю вы делаете. В смысле? В прямом. А что еще? Нос у вас еще есть. Я не могу руками это сделать. Потому что она в санчасть прямо сейчас там снять. Налево, клоуна в борошине. Конечно, меня шокировало такое отношение. Да, это твоя работа. Но мы только заехали. Должно быть, ну хоть немножечко нормального, мягкого общения. Что с вами? Ну истерика. Вы слышите? Это ночное шествие. А у меня гитара есть. Налево. О. Налево. 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 Ну так хотя бы интереснее, чем просто стоять. Да какая разница? Насте еще равно нет. Чем еще заняться? Поэтому. Под музыку по кругу. Танцы в моей кровати. Я вас свожу к врачу проверить. Пойдемте вместе. У кого есть ножницы маникюрные, шаг вперед. Руки перед собой вот так ставим. Чтобы время нам не терять. Вот вы собирались в армию. Вы молодец. Я как показал дел? Мы просто маникюр облез. Состригаем прямо здесь сейчас. Когда девочек заставили обрезать ногти, я обрадовалась. Потому что у меня таких нет. Даже говорить не буду, наверное, да? Мне кажется, все норм. Мне кажется, не норм. Пилим. Ты столько бабок бухиваешь на себя, чтобы потом приехать. И вот так вот все это коту под хвост. Все получилось? Да, с кольцом да. Вот так сделайте. Не вот так, а вот так. Снимайте. Я не могу ее снять. Ну серьезно. Ну я и так, пожалуйста. Я говорю, снимаем. Ну я и так много сняла. Я жду. Давид на нас психологически конкретно. Вот на такую тему я не подписывалась, честно. Мы уже устали стоять. У нас все болит. Если после отбоя мы с вами сходим в санчасть, вы готовы снять? Ну я могу попробовать сама снять. Я говорю, вы готовы. Я не спрашиваю, что вы мне предлагаете. Я спрашиваю конкретно. Да или нет? Если женщина будет это делать, то да. Если мужчина, то нет. Я хочу, чтобы какой-то мужчина курицался у меня во рту. Вопросов больше не имею. Я вас услышал. Хорошо. Старшина. Я точно. Все собираем. Всем их обеспечить. Вы начинаете занятия по проведению, как заправляется кровать. В течение 10 минут проводите. И у них останется ровно 10 минут до отбоя, чтобы сходить в душ. Вопрос. 20 минут мы будем учиться заправлять постель и заправлять ее? Считать я умею, распределять время умею. Имею высшее образование. В отличие, наверное, от вас. Да, здравствуйте. Я не знаю, почему вы не можете запомнить, где лево, где право, почему в строю нельзя разговаривать. Я знаю, где ноги не право. И ноги вместе держать, и руками вот так не делать. Пять функций, организм не может запомнить. Я не понимаю. Капитан орет. Сидеть нельзя. Никуда отойти нельзя. Это реально какой-то полный трэш. Ну, прям все. То есть мы уже закончились все. Не надо вешать, если вы первой, вешать на восьмой номер. Или на двенадцатый. Или перепутать. Двенадцать с десять. А ты что плачешь? М? Тебе ногти жалко? Ты ногти. Первый день поплакали все. Тут мне все-таки интересно, что с Лизой-то случилось? Почему ее нет до сих пор? Я не могу одеть эту кепку, потому что у меня нет волос на голове. А давно у вас нет волос? Ну, вот в июне начали выпадать и в январе выпить. Когда все это началось, я была дома с мамой. Ну, вот мама единственная, кто меня поддерживал, потому что на тот момент я не верила, что там можно это как-то усугубиться. И никому об этом не рассказывала. Ну, не плачьте. Ну, так бывает. Все будет нормально. Спасибо большое. Наверное, когда я уже понимала, что ситуация, в принципе, необратима, да, мне было очень тяжело, и я старалась, чтобы каждый день быстрее закончился. Потому что каждый день у меня заканчивался слезами. и каждую ночь. Вы не плачете. Здесь ничего такого нет. Каждый у нас имеет свои недостатки. У кого-то большие уши, у кого-то большой нос. Им я над тобой смеяться не дам. Не переживай. Я всю жизнь была симпатичной девочкой. Я пользовалась популярностью. И я просто поняла, как нелегко живется девочка с ну, не очень красивой внешностью, можно сказать так. А зачем вы пришли вообще сюда? Зачем? В смысле? Стать сильнее, стать дисциплинированнее, ответственнее. Слезы града. Ну, это сейчас. Непонятно. В обычной жизни мне сложно открыться перед большим количеством народа. Я думаю, что армия и, в частности, проект поможет мне как раз в этом. Девочки, привет! Лиза! Да, это я в новом обличии для вас. Мне сейчас, на самом деле, очень непросто говорить. Я хочу вам сказать, что у меня достаточно необычная внешность с недавнего периода. Это случилось не сегодня. Меня не побрили налосом. У меня просто в один момент неожиданно выплевался. Я не хотела бы перед вами сейчас скрываться, закрываться каким-либо образом. Моя внешность, в принципе, не играет никакой роли. Я просто хочу быть максимально открытой перед вами, максимально быть честной и хочу извиниться, если заставила вас думать о себе как-то не очень хорошо или какие-то разногласия внесла в наш коллектив. В общем, я такая, какая есть и прошу принять меня такой к вам обратно. Я буду с вами теперь. Всегда. Мне было сложно, конечно, говорить это все, проговаривать. Но когда я это сделала, мне стало намного легче. Теперь на меня все посмотрели, о чем я и говорю. Не надо делать раньше выводы свои. Киму мрази все-таки, не зная проблем человека, делали какие-то поспешные выводы, как крысы за спиной ее обсуждали. У кого-то вопросы есть? Это вы ее обстрелили? Никак нет. А что ж? Причем? Надо внимательно слушать. Она отвернулась от меня и говорила. К данному разговору мы больше не приходим. Ставьте. Справа в колонну по одному старшине Шагомаш. Что он вам сказал? Кто не поприл? У меня выпали волосы и все. Я считаю, что это поступок жертвы. Ты можешь без волос, а вот я без мужика. У кого хуже? Вытаскиваем одну кровать и тумбочку рядом. Я вам показываю заправку. А еще постель очень как бы управляют. Первый день такой тяжелый. Мы поняли то, что это уже не игра. Ты реально находишься в воинской части и это реально теперь твоя обязанность быть военнослужащим. Просто заворачиваем в ногах в конверте подправляем. Я думала, что все понарошку будет. Мы гражданскую одежду вообще не имеем права одеть. Это полный трэш. Я в шоке вообще. Я этого не ожидала совершенно. В ногах просто не подворачиваю. Она идет вровень с матрасом. В изголовье она наоборот подворачивается. Я просто даже не понимаю, зачем нам это делать? Можно же было дать девочкам отдохнуть. Они в любом случае не потянут армию в жизни. Одеяло в изголовье заправляется ровно. В ногах оно потом подвернется. Ноги. Подворачивай. Матрас. Я боюсь того, что я стану серой мышью, что я буду подчиняться приказам, что меня сломают как личность. Пять минут до отбоя. Кровать обратно на исходную. Вы мне обещали что-то делать. Я обещала. Вы понимаете, что это небезопасно для вашего здоровья? Я понимаю, я откручу ее перед тем, как он будет на самолете летать или что мы там будем делать. Завтра на этом лице ничего нет. Господи, помимо. Я все сказал. Хорошо. Я хочу остаться, но выдержит ли моя психика? В данный момент психика не выдерживает. Ты бы сказал, не думай, что ты какой-то тайный агент. У меня такие самые-самые близкие. Найди, тебя обнимают. У меня так стыдно. Ты очень красивый. Я не знаю, смогла бы я так как она выйти и рассказать о себе. Хотя, с другой стороны, ей нечего терять. Это добавляет ей даже больше каких-то бонусов в том плане, что она лишний раз показала, что она сильная, уверенная в себе. Она молодец. Как раз за стрессом? Не связано вообще никак. У кого-то со стрессом. У меня у подруги просто была такая штука. Это часто такое явление. Да. Слух. Мы, конечно, все погнали. Благодаря этой ситуации я увидела девочек с другой стороны. Возможно, в какой-то степени это нас сплотило, может быть. Отбой! Отстань! Команды дублируются. Это был, наверное, самый длинный и долгий день в моей жизни. То есть я вообще не помню, что бы мне пришлось с таким сталкиваться. К вечеру все одурели. И я думаю, что некоторые могут даже просто не выдержать всего этого уйти. И неизвестно, что будет дальше. Если сегодня происходил такой трэш, черт его знает, что будет завтра. Пошли посмотрим в мой ящик. Пошли смотреть в мой ящик! Я тебе чок! Что меня тошнит только? Голова кружится. Знаете, почему здесь? По поводу пирсинга. Когда будем убирать? Я не буду убирать. Значит, мы уберем вас. Да нечего здесь решать. Все нормально. Завтра пойду домой. Солдатки. Мы гордо носим звания. Солдатки. Мы выполним задания. Солдатки. Мы с каждым днем сильнее. Солдатки. Эй, эй, давай! Смелее! Опять команда газа И мы противогаза Сулочки на лямках Не те, что на гражданке Но это не важно Мы больше не робеем Ошибаемся дважды Мы справедлив.